Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, и это обзор на снежную карту викинде, которая выходит уже совсем скоро, буквально вот либо 7 декабря, либо 22. Но вы скажете, Сеникс, какой еще обзор, она же еще не вышла. Но все файлы новой карты уже есть в игре, и один умелец под ником AllTheNewsIsAGoodNews сделал ее в редакторе и снял по ней большую экскурсию. И получилось вполне неплохо, понятно, что это не финальная карта, и финальная карта будет более детализированная, более заполненная, более красочная что ли, но как бы базовая часть уже готова, и сейчас мы с вами на нее посмотрим. А также после нашей, так сказать, экскурсии, я расскажу вам про взломанные файлы из игры, где есть новые необычные скины, про снежную карту в мобильном пабге, а также про новый зимний батл паст. Так что, ребят, будет очень интересно, наливайте чаек, несите покушать, и усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Начинается наша экскурсия с огромного цементного завода, который очень, прямо вот очень-очень напоминает фабрику рядом с Милтой Пауэр на Эрангеле, а также некоторые черты напоминают фабрики с Мирамара. Далее камера пролетает над замерзшей частью озера, и обратите внимание, какой черный лед. Это говорит о том, что лед очень тонкий, и тут появляется вопрос, можно ли его будет разрушить или нет, но зная разработчиков пабга, скорее всего нет. Далее показывают небольшую деревушку, которая построена на холме, и получается, что дома находятся на разных уровнях. Такое уже было на Мирамаре, и лишь там мне такое не очень нравится. Следующий город находится уже на плоскости, что довольно-таки радует, и сам по себе он среднего размера, как какая-нибудь Липовка, допустим. Также мы видим кучу новых типов зданий, и это классно, тут просто нечего сказать. А вот и вид сверху этого городка. Дальше нам показывают здоровейный городище, с огромными улицами и кучей строений, и вот знаете, что-то мне подсказывает, что это будут новые починки, или новые пикадо, в общем, все самые сочные замесы будут именно здесь, вот прям в ангую. Здесь также много зданий, созданных с нуля под эту карту, и это очень круто, разработчики вот здесь вот молодцы. Далее нам показывают ту самую речку, которая проходит почти через всю карту, и вот тут уже видно, что во льду есть небольшие лунки, и толщина льда там реально тонкая. Замерзшая река все тянется и тянется, а потом плавненько переходит в незамерзшую часть. Также по обе части этой реки стоит вот такой вот небольшой городок. Далее нам показывают здоровенное строение, это церковь, либо храм, либо монастырь, я не знаю, а также тут есть вот такое небольшое кладбище. Кстати, опять же, похожая локация была на Мирамаре. Вот так вот данный храм смотрится изнутри, довольно-таки внушающе. А вот в этом месте, скорее всего, также будут большие замесы. Ну вот и одна из самых, пожалуй, грандиозных локаций в пабге за все время. Это космодром, с огромной, прям реально огромной ракетой посередине. Вокруг ракеты много разных зданий, всяких локаторов, антенн, тарелок. В общем, все это смотрится очень круто, тем более в пабге. Также под самой ракетой есть некая система туннелей, как, допустим, была в бункере на Эрангеле. Интересно еще вот что, можно ли будет как-то с этой ракетой взаимодействовать? Или это просто такая обычная статичная конструкция, хрен его знает. Дальше очередной городок на холме, опять же, с широкими улицами. Видимо, это такая фичка новой карты. И что еще примечательно, здесь есть два вот таких вот небольших озера. Но опять же, если лед никак не разрушается, то для чего они? Может быть, на льду будет определенный звук, типа треска, я не знаю. В общем, для чего-то они здесь нужны. Также, как видите, не вся карта полностью снежная. Допустим, вот здесь она немного подтаявшая. И это круто. Мне кажется, это сделано для некого баланса. Допустим, чувак взял и оделся во все белое, и думает, ну все, меня здесь вообще не заметят. А тут хоп, и зона оказалась не на снегу. Так что, чтобы все не носили белую одежду, это самое то. Ну а вот и общая картина карты. Как видите, здесь еще куча разных небольших городков, домиков. И даже в таком вот виде карта выглядит уже довольно-таки цельной и полноценной. Хотя, повторюсь, это не сама карта, а просто рендер. Папк-то, конечно, скатывается, но кто знает, может быть, именно снежная карта, так сказать, вдохнет в него новую жизнь. Если разработчики опять чего-нибудь не накосячат. Напомню, что эта карта будет больше, чем Санок, но меньше, чем Эрангель и Мирамар. И по луту на ней также будет золотая середина, между Санком, где каждый второй лут это классная пушка, и Эрангелем, где за всю катку можно найти только одну нормальную винтовку. Так что лишняя я возлагаю большую надежду на новую карту, и думаю, что вы тоже. Но также, кроме самой карты, из игры достали что? Правильно, это новые скины. Скины обычные, новогодние, всякие шарфики, свитеры, в общем, очень миленькие. А также есть вот такая забавная маска оленя. Надеюсь, что в отличие от Хэллоуина, хотя бы эти скины будут бесплатные, они будут стоить 25 долларов. Хотя, зная разработчиков, они будут стоить не 25, а целых 30 долларов. Но с чем черт не шутит, быть может, это сделают бесплатными. К слову, не всем игрокам нужны новые скины. Некоторые уже и так готовы к новой карте, и выкладывают свои наряды на реддите. Так что, ребят, берите на заметку. Также был найден новый батл пасс, синенький, все как надо, от карты в викенде. И в отличие от прошлого с карты санок, в новом будет 50 уровней. И чисто по идее, доната станет меньше. Ну а также пара слов о PUBG Mobile. Обычное обновление выходит раньше всего именно там, но сейчас там тоже тишина. Зима тоже анонсирована, пропуск анонсирован, но пока что полная тишина. Разве что добавили эффект в китайской версии на Эрангеле, но это немного не то. Так что все в ожидании зимней карты, и прям в полном предвкушении. И мобильные игроки, и ПКшные игроки, в общем прям все-все. Так что ждем карту либо 7, либо 22 декабря. Я дам вам знать, как она выйдет. Ну а на сегодня это все, и я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы ждете от зимней карты. Лед, снежки, ракеты, в общем не знаю. Пишите, я обязательно почитаю и по лайкам. Ну а также подписывайтесь и обязательно нажимайте колокольчик. А с вами был я Илья, aka Senex. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.